В последние годы отношения между Узбекистаном и Китаем поднялись на новый уровень. Совместные проекты реализуются в сфере науки, в частности в Национальном университете Узбекистана, в сотрудничестве с Циньцзянским институтом экологии и географии, при Китайской академии наук организована научно-исследовательская лаборатория экобиомы засушливых земель. Цель – широкое внедрение органического сельского хозяйства, получение экологически чистой продукции. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, даже засушливые земли остаются продуктивными ландшафтами, обладающими значительным экономическим потенциалом и экологической ценностью. И эти факты делают изучение данных земель особенно важным, в чем большую роль играет и консолидация усилий научных кругов. По данному направлению в Национальном университете Узбекско-Китайской научно-исследовательской лаборатории проводит в свои научные изыскания 35 независимых китайских исследователей. Также в УЗЕ обучаются 45 студентов из этой страны. А на факультете зарубежной филологии 150 юношей и девушек изучают китайский язык. Я учусь в Национальном университете Узбекистана в докторантуре. Провожу научные исследования, связанные с цветками пиона, которые считаются лекарственными. Они широко применяются в китайской медицине. В ходе своего исследования мне хотелось бы выявить новые данные, сравнив, в каких регионах Узбекистана выращивается пион. Узнать больше о его лечебных и фармакологических свойствах. Целью создания данной лаборатории является подготовка квалифицированных кадров, повышение качества и эффективности научных изысканий. Наша цель – проведение научных исследований по ряду направлений вместе с китайскими учёными на дне высохшего орала. Мы возвели там четыре учебных полигона. В научных экспедициях участвуют не только эксперты, но и инициативные талантливые молодые люди. На данный момент с Китаем работаем над несколькими проектами. Это биологический контроль болезни колоса, пшеница в Узбекистане и технологии выращивания солодки в Каркалпакстане. Какие необходимо создать биоудобрения? Что нужно для хорошего роста данных культур? Как ещё можно озеленить зону приоралья? Эти вопросы в центре нашего сотрудничества. Имеется также и программа обмена педагогами. Одним из важных изобретений в ходе лабораторных исследований стал и растительный препарат. Способствующий росту растений на дне высохшего орала. В рамках сотрудничества Национального университета Узбекистана и Китайской академии наук мы разработали и испытали биологические препараты на основе микроорганизмов. Биоудобрения Ермальхама и фитобиозол. Они помогают развитию растений. Например, наш опыт с Карагачем показал хороший рост. В рамках сотрудничества Национального университета Узбекистана с Китайским народным университетом планируется реализация новых проектов.